Итак, друзья, всем привет, мы находимся на провинции, прямо сейчас мне поступила информация о том, что есть у нас один тут разводила, который уже несколько дней тревожит, второй сервер разводит на машинную квартиру, не знаю, почему до сих пор не могут запомнить, видимо, не хватает доказательств, кто-то может не делать доказательств, не знаю, в чём проблема, но в любом случае, вот его ник, и сегодня мы, друзья, будем его с вами проверять. Сейчас он у нас работает на дальнобой, соответственно, мы его там, наверное, поджидать сразу и будем, поэтому сейчас наша задача это переодеться в скин бомжа, купить какую-нибудь машину, да, продать наверняка дом и ждать его уже там, подготовленным, и кричать, куплю квартиру. Так, я сейчас стою, друзья, у автосалона, а он у нас бежит около вокзала Приволжска, думаю, сейчас можно направиться в его сторону и попробовать как-то вот состыковаться, не знаю, что из этого получится, но давайте, давайте всё-таки сделаем это. Так, где-то здесь он пробегал, должен быть, по сути, он, наверное, может, такси взял, не знаю. Он бежит на дальнобой, друзья, он бежит на дальнобой, и сейчас как раз-таки мы попробуем туда приехать первыми, и уже якобы мы там стояли, и уже якобы мы там кричали, куплю квартиру, там, обменяю машину, и где-то, вот он, смотрите, всё, он перепрыгнул только что, он перепрыгнул, и мы должны прям мгновенно встать туда, надеюсь, он, нет, он уже всё-таки первый добежит, к сожалению, и это уже будет очень сильно подозрительно. Давай, давай, быстрее, он уже прибежал, да? Вот он стоит, Роберт, всё, он здесь, друзья, и мы можем начинать. Итак, друзья, я у себя забираю админку, всё, теперь мы без админки, и у него сейчас мут, как мне сказали, но мы уже будем делать вид, что пытаемся что-то купить, и я начинаю писать с ника Ислама, куплю квартиру, или обменяю машину на новую, или продам. Я думаю, что квартира в Жуковском, почём она? Опа, смотрите, смотрите, и Роберт подошёл, и Роберт услышал, услышал, прыгает, прыгает, а не может что-то писать, друзья, у него мут, к сожалению, очень плохо, что у него мут, но не знаю, сколько ещё ждать придётся времени по муту. Смотрите, он прям не может, не может отцепиться, он хочет сказать, что, типа, у меня есть квартира, видишь, у кого начинается, вот смотрите, он, видишь, переседает, пытается что-то сказать, всё, он клюнул, рыбка клюнула, но очень-очень большая ошибка в том, что у него сейчас мут. Чисто, чисто поклёвочка, знаете, ощущение прям, что, закинул удочку далеко, так, динь-динь-динь, поклёвочка пошла, поплог начал опускаться под воду, но не до конца, не до конца, друзья, если я сейчас посеку, то всё, это будет проблема. Я не могу сказать, типа, Роберт, ну что, мне хочешь квартиру продать, типа, это будет палевно, это очень будет палевно. У меня квартира с 270к, скоро её в ГОС солью, ГО я возьму. Знаете, очень странные люди вокруг, один предложил за 100 тысяч вообще квартиру, с ГОСом 400, то есть, что-то вообще непонятное какое-то происходит, здесь, говорит, я сейчас в ГОС её солью, то есть, за 270 тысяч в ГОС, ну какой нормальный человек будет сливать квартиру в ГОС, когда все квартиры забиты вообще, да, её можно смело продать за 1500, например. Не продаю, я как подарок неожиданно продам её, кто возьмёт, тот возьмёт, я хочу подарок, плиз. Да какой подарок, что за глупости, я не знаю, неужели Дед Мороз прям проснулся в тебе, в твоей душе, я не верю в это. Всё, убежал, Дед Мороз убежал, будем ждать тогда, не знаю, палевно будет это или нет, потому что мут ему снимут через, снимется автоматически через минут 25 примерно, это долго, и это очень даже палевно. Можно было, конечно, вообще подождать ещё, пока он там работает, но суть в том, что он знает теперь, что я есть, и что я могу клюнуть на его типа уловки, да, и на самом деле, ну всё, наоборот будет, очень интересно. Поэтому пока, наверное, отъедем куда-нибудь. Итак, друзья, ну что, мы дождались, мы дождались, наконец-то у него снят мут, и сейчас он находится, опять же, на дальнобойке, как мне сказали, и можно попробовать, вот он стоит там, да, Роберт наш стоит. Ты продавал квартиру. Сейчас он должен нас увидеть и подойти, пруфы где, он там уже с кем-то, смотрите. О, всё, всё, есть, 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 рыбочка нашла, ислам. А, почём, всё, начинаем, друзья, включать дурачка, гос со мной до тачки, всё, отлично, отлично, друзья, рыбочка, рыбочка взялась. Ну, если он действительно разводил, то, вы сами понимаете, он кинет, и я очень рад, что у нас с ним какой-то контакт пошёл. Блин, что за карусель, я не хочу кататься на карусельке, мы потом покатаемся обязательно, когда уже выиграем, так сказать, это дело. И, о, машинка у него такая, я скажу, неплохая, наверное, тоже какая-нибудь чья-то, да, бедная машинка, которую он копил. Ого! Откуда такие деньги на машину? Вот так вот, начнём тоже. Здесь я уже, как бы, понимаете, опыт, набираюсь опыта, я начинаю уже как-то какие-то тупые вопросы задавать, как-то более себя реалистично вести. Так, а почём он писал квартиру? А, а та госка 390. У меня 720, но машину не могу купить. Стараюсь, стараюсь ошибки совершать, но сильно тоже не надо их совершать, а то прям спалимся сразу, так. 720, да, гоя тебе и квартиру, и эту машину продам всюду. Ого! В смысле? Вместе прямо? Слушайте, ну это уже всё, пошёл. Вот, вот сейчас, если он скажет да, то это разводняк, друзья, стопроцентный. Опа! Опа! Это, это просто праздник. Я не знаю, это смешно, что выглядит, я уже понял, что это разводило, друзья. Я уже чувствую это, на него несколько жалоб было, на него жаловались на форум, на него жаловались ВКонтакте мне люди. Его почему не заблокировали? Потому что недостаточно было доказательств, кто-то неправильно составил жалобу. То есть из-за этого пока он не был заблокирован. И вот мне один из администраторов, хелперов написал, говорит, давай проверю, быстренько скидываешь банк, я тебе квартиру и тачку за ноль. А там же гос ищ... Хотя, знаете, можно включить тупого. Тогда покажешь, где квартира. Я хочу посмотреть. Потому что тогда я прям сразу же... О, о, конечно, брат, ты можешь сказать. Да, чуваки, не в обиду, конечно, тем, кто действительно мусульманин, не в обиду. Это чисто для отыгровки. Вот сейчас он... Кто по нации? Блин, чеченец. О, смотрите, даже пишет ей так. Хорошо, хорошо, без проблем. Опа, братка. Подожди. Братка. И смотрите, он получается... Братку разведет, что ли, или что? Все, друзья, мы скорейшились. Брат, братишка. То есть сейчас он уже начинает, как понимаете, давить на психологический, да, на тебя. То есть показывает, что вот все, братишка скорейшился, он навряд ли обманет, ведь это же так. На самом деле, друзья, я уверен, я уверен, что это не так далеко. Поэтому он специально это пишет, чтобы я больше проникся доверием к нему и спокойно, без зазрения каких-то совест, там, какие-то... Чтобы не было каких-то мыслей о том, что он мне может развести, я ему передал все денежки. Все. Это вариант, в принципе, обычный. Опять же, берите, друзья, пример, смотрите, как это происходит. Я вам показываю и сам набираюсь опыта, и в дальнейшем, друзья, мне уже будет это даваться гораздо легче. То есть разводил, разводить. Слушайте, интересно, да, получается? Разводить, разводил. Тачка вообще огонь просто. А сколько она стоит в магазине? Тачка, да, тачка хорошая. Не помню, сколько она, честно говоря, стоит. Наверное, под миллиончик, да? Ого, миллион. Друзья, понимаете, как он меня разбудит? Ого, а че так отдашь дешево? Слушайте, ну, друзья, он вообще понимает, что говорит? То есть он действительно поверил, походу, в то, что я вот такой вот лошок. Как я пишу, да? Я отдаю братишке. Ты же братишка? Капец. Окей, хорошо. Ого, сколько квартир свободных оказывает. Смотрите, за 600. Смотрите, я пробежал их мимо, как будто. Я их как будто мимо... Вот это, блин, палево вообще жесткое, друзья. Это просто палево. Смотрите, рядом стоит квартира за 700, а у меня 720. Я, по идее, куплю, ну ладно, как будто я еще машину хочу купить, хорошо. Возможно, он специально сказал про машину, а да, чтобы я, когда увидел эти квартиры, не купил, друзья. Кстати, вот. Обратите тоже внимание на это. Так, заходим к нему в гости. И не будем торопиться, сделаем вид, что мы, типа, осматриваемся. Брат, едем в банк. Сейчасик, бро. Бро, блин, тоже мне бро. Квартирку, типа, мы смотрим. Опять же, это все, друзья, ради того, чтобы красиво отыграть. То есть, чтобы у него не было ни в коем случае никаких сомнений. Мы, типа, посмотрели здесь. Опа, фотография. Ну, неплохая, ну, неплохо. Я готов. Здесь, походу, все. Здесь развод уже 100%, друзья. Я не сомневаюсь. Вот это вот, ну, есть такие люди. Есть такие люди, их много на сервере, которые вот так вот способны разводить. И я вот сегодня прям чисто на него попался. Ну, недаром столько жалоб. Человек, в любом случае, попадется рано или поздно, как я уже говорил. У тебя 720 тысяч? Да. Давай, покажешь. Все, он говорит, пошли в банк, знаешь, как перекидывать. Я пишу, что покажешь. Го. Го, чувачок. Друзья, по-реальному, как должно все быть? Я передаю ему, если он продает за 500, да? Я даю ему, получается, 100-150 тысяч. И он сдает ее в гос. В итоге он получает всю сумму, уже больше, да? Чем этот госка, чем эта госочка. И я покупаю на оставшиеся деньги эту квартиру через гос. То есть, ну, такая вот система, пока что. Может быть, она будет помеяна, не знаю пока. Система такая себе, на самом деле, разводить можно через нее. И вот человек пользуется. Видите, он говорит, что, типа, нужно все деньги скинуть ему в банк. А я ему скину в банк, друзья. А как я потом куплю? Если у меня 720 тысяч, я ему сейчас все кину в банк. Как я потом по госцене куплю квартиру? Никак. А передачи самой квартиры человеку нету пока что, опять же, к сожалению. И поэтому люди пользуются этим. Мой номер, вот он же скинул. Все, он понял, что... Нашел, нашел, нашел. Друзья, я прям не сомневаюсь, что это развод. Я не верю, я не могу поверить в то, что я сейчас ему дам 720 тысяч через банк, да? И он как-то даст мне машину передаст, и квартиру мне отдаст. Ну, это таких чудес просто... Не, они бывают, но бывают только у меня на канале. Когда вы участвуете в розыгрыше, конечно же. Поэтому, друзья, сами думайте. И Витик, человек какой. То есть ему вообще на все насрать, на правила и так далее. И, как вы видели, еще изначально. Изначально было видно, он пытался как-то что-то там приседать, говорить, когда у него муд был. Плясал там около нас. Почему? Потому что он увидел добычу, легкую добычу, которая неграмотный, которая лошок. Все, друзья, мы прибыли в банк. Сейчас нам будет якобы объяснять. Он уже объяснил, конечно, как передавать. Но сейчас он будет нам якобы еще объяснять, дополнять. Но он понимает, что денежки скоро ему переведутся. Ложи в банк деньги. Так, ну, денежек, конечно, побольше будет, но по 150. Ну, сделаем вид, короче, что мы ложим пока. То есть мы тянем время сейчас. Якобы мы там пытаемся разобраться. Тут сразу, если мы сейчас закроем, да, это все и скажем, все я положил, то это будет как-то палено. Мы как будто в первый раз зашли в банк. Мы как будто ложки, собственно, и пытаемся разобраться здесь. Все. Я положил все в банк. Вот так вот как-то. Погнали. Типа, короче, я такой дурачок, типа, положил в банк. Погнали. Иди теперь нажимай. Куда? Денежные переводы. Перевести круг. Все, здесь уже, друзья, надо писать в репорт. Готовы. Так, все, с администрацией вроде договорился. Хорошо. Попробую. Так, что-то бомжи тут дерутся. Блин. Главное, чтобы сейчас не сорвали все мне. Убьют либо его, либо... Все, все, понял, Роберт начинает меня защищать, понимаете? Все, и поехали, друзья. Мы на его счет должны сейчас скинуть всю сумму. Какой он там счет, он говорил? Давайте еще немножко сейчас, еще спросим вот так вот. А сколько переводить всего? Спросим. Сейчас он скажет 720 и все. Это стопроцентный, друзья, развод. По 150. А сколько всего? Блин, бомжи сраные, не мешайте бомжи. Че за дурак вообще, я не пойму. Пошел отсюда. Сейчас убьет его и ни хрена мне не получится. 700. Опа. Скидочка. Как брату. 20 тысяч типа, да? Вот это интересно. Да блин, заколебал. Уйди отсюда. Скидочка брату 20 тысяч. Вот это интересно. Вот это интересно. Пошли, пошли скорее. Ведь скидочки надо пользоваться, друзья. 6, 6, 5, 4, 8, 4. И, друзья, мы якобы уже разобрались, да? И начинаем вносить ему по 150 тысяч. 6, 6, 5, 4, 8, 4. Все правильно. Так, 150 перевели. Еще переводим 150. Уже 300. Еще переводим 150. Уже 450. Еще. Уже 600, друзья. 600 тысяч. Последнее 100 тысяч мы перевели. И... А вот он. Я уже думаю, его уже нету. А... Го по-братски. Еще 20... Ничего себе. Ну, блин. На Бенз не хватит потом. Смотри, он в Даталово идет. Просто в Даталово. Не ожидал. Я настолько жадный. Ты посмотри, Роберт, а. Сен Блесме... Ой, блин. Сен Блесме Ногайша. Друзья, срочно-срочно перевод киргизский, да? Стой, стой, стой. Куда ты побежал-то? Я пытался, короче, через переводчик что-то сделать. Давай. Давай 20к на Бенз. Эй. Эй. И все, друзья, все. Это конец. Эй. И все, друзья, человек просто уезжает. Смотрите. И поехал, друзья. Я просто по делам. Вот так вот, друзья. Все. Это было изначально понятно. Вот, знаете, давно я... Я сколько пытался роликов сделать, боже мой, вы не представляете. Я пытался записывать три раза. Многие ребята не разводили. Хоть на них была инфа, но не разводили. Они отдавали квартиры, они возвращались на вокзал и делали, что я вылетаю. И тому подобное. И, наконец, наконец-то я на него наткнулся спустя несколько дней. Получилось. Получилось, друзья. Вот как происходит этот развод. Пишем бан его на год. Пока он деньги не передал, не потратил. Здесь, друзья, бесспорно чистый обман. Тут даже думать не надо, что он что-то там забыл. Да, как в прошлом видосе писали. Да, он случайно. Здесь ничего не случайно. Тут даже обсуждать нечего. И так все понятно, друзья. Просто обманули. Кто даже там посмеялся. Не знаю, давно не надо мной. Но в любом случае, друзья, все. Посмотрите. Роберт Райан забанил администратором на 365 дней. К сожалению, я последить за ним не мог. Я бы с удовольствием последил. Но у меня не было админки. Потому что, если бы не админка была, я бы палился бы в чате. Ником, цветом. Я надеюсь, что разработчики, если уважаемые, вы же смотрите, да, некоторые. Пожалуйста, я вас умоляю. Сделайте так, чтобы я не снимал себе админку. Это просто вот моя мечта, наверное. Если так будет сделано, будет все замечательно. Все, друзья. Вот так вот все закончилось. Не ведитесь. Еще раз говорю. Постоянно, каждый день мне присылают в ЛС личные сообщения. Меня развели. Такой-то ник. Постоянно. Каждый день приходят сообщения. А потом также, кто был в курсе, может быть не в курсе. Я объясняю. Вот был розыгрыш недавно. Победитель 101 получил 5 миллионов рублей. На следующий день его развели. Написали ему ВК от техподдержки. Он заполнил свои данные на каком-то сайте там левом, да. На какой-то платформе. И, естественно, за аккаунт зашли. Все деньги перевели. Вот и все. Человек тоже остался без денег. Везде, друзья, развод. Абсолютно везде развод. Поэтому не покупайтесь на это. Не ведитесь, вернее. И ставьте лайки, друзья. Ведь еще минус один разводило на проекте. И я всем желаю удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok